Мы находимся в учебном центре Ковров, Владимирская область, 2-я армия мира. Нас загнали в один барак, где всего должно находиться 60 человек, нас загнали 125 человек. Через три дня уже начали все дохать. В данный момент у всех, у многих, как харкота с кровью, медицинские карты только сегодня ночмет раздал каждому. Не вписано ни уколы. Представляете, их сейчас мобилизовали, и у них харкота с кровью. Они в Украину поедут воевать. Это что, у них туберкулез, что ли? Что это такое вообще? Это что, в смысле? Вот это вот эти еще, мало того, что они едут мародерить и воевать, вы представляете, а его сейчас еще в плен возьмут, а у них харкота с кровью. У них что, это типа, ну я так, чахотка? Это же типа туберкулез, что за фигня? Это же какое-то инфекционное заболевание, причем они друг друга перезаражали. Это что за открытая форма туберкулеза, и сюда они в Украину к нам приедут? Вот такого еще только счастья не хватало, понимаете? Я, честно говоря, вообще про это никогда не думал, но есть высокая вероятность того, что эти чмони нам туберкулез в Украину привезут. Вот такой еще нам радости не хватало, понимаете? Реально же, он говорит, харкота с кровью, послушайте. Я не медик, мало ли что у них там может быть, меня мало интересует. Но судя по тому, что они друг друга перезаражали и харкают кровью, то явно это сложные инфекционные заболевания дыхательной системы. Через три дня уже начали все дохать. Дохать. В данный момент у всех, у многих... А подожди, а что такое дохать? Дохать это в смысле кашлять местные это... Что такое дохать? Я сначала подумал, дохать, дохнуть. А потом думаю, нет, дохать это, наверное, кашлять по местному, типа местный диалект. Через три дня уже начали все дохать. В данный момент у всех, у многих, как харкота с кровью, медицинские карты только сегодня ночмед раздал каждому. Не вписано ни уколы, ни назначения, ничего. Он от нас просто вот убегает. Это лейтенант, фамилия его, сейчас скажу. Да насрать на его фамилию, какая разница. Бумажки им поводавали какие-то еще. Парни, ну просто если кто, он даже убегает от нас. Зовут его лейтенант Батистский Игорь Иванович. Все, Батистскому хана. Парни, покажите свои карты, что нет там крови. А что ж ты кашляешь кровью и куришь? Нам уже три дня кололи ксифран, самый сильный антибиотик. Многих кашель, у них сукровица. Мы нахожем... Представляете, у них кашель с сукровицей, они кровью харкают и потом поедут на войну. Всего больных, которым колют антибиотики, сильные, сильнейшие. И к которым нельзя ходить, как говорится, а на месте надо находить. Короче, еще вот такой проблемы нам не хватало. Я, честно говоря, сам подофигел от такого. Атмосфера радости и счастья. Синеет нохоть, это значит дохоть. Отхаркивать. Я не знаю. Они фантазируют, а ты ведешься, Андрей. Та, ну блин, не знаю. Туберкулез из-за очень... Отрицательного плохого. Сложно понять. А где разведка? По мне, они работали в 2014, а сейчас что, устали? Я нарушил 90 прибытие из-за войны. Меня даже сняли с самолета. Сложно понять, что вы имеете в виду. Я, честно говоря, не очень понял. Не могу никак прокомментировать. Прикиньте, они такие, придумали новую спецоперацию, биологическое оружие говорили, говорили. А теперь заразят их, хрят, там, полезнью. Отправят их немотивированные специально на наши позиции без оружия. Они в плен поздаются и поперезаражают нас. Вообще какая-то фигня. Не знаю, мне такое не подходит. У них там вообще проблемы на России с медициной и вообще в целом с состоянием населения. Потому что в Курской психбольнице, а можно сделать выводы по одной больнице, в принципе, и по другим регионам. Потому что речь идет про психбольницу. Выросло число пациентов. А наплыве пациентов и о том, что в Курской клинической психиатрической больнице заполнены все профильные отделения, рассказал главврач. Острые активные психозы. Полностью загружено психиатрическое отделение. Вообще такое новости Курска. Куряне. В Курске живут куряне. Понимаете? Новости Курска. Они вообще какие-то замечательные. Я сегодня смотрел новости Курска. Что там еще у них происходит? Посмотрите, как вам. Это коллекция костюмов вечная-вечная. Крой курского костюма, дополненный сочетанием техник лоскутного шитья и джинсовой тканью. Особенно мне понравилась вторая справа. У нее вот этот вот какой-то советский, я не знаю, как это назвать. Это какая-то шиза. Согласитесь, что это такое за фигня? Где же здесь русские национальные мотивы? Поэтому эти новости, конечно, связаны. Там шиза, у них заполненные психиатрические эти самые. А тут, видите, они... Но те, кто еще не попал в больницу, создают такие одежды. Это же типа русская национальная какая-то. Не куряне, а у курки. Что за фигня? Как такое придумать? Особенно головные уборы. Особенно вот этот вот головной убор такой. А где кокошники? Где вот это все? Ух! Странные такие новости. Этот курск. Я почему рассказываю про работу над ошибками? Про этих бабок сумасшедших, которые Сталина носят? Потому что они носили, носили Сталина. Если бы они победили, и если это вообще в принципе в стране возможно, то вот такие вот потом новости могут появляться. Вот сегодня в Твери открыли монумент комсомольцам и молодежи Верхневолжья. Вы вдумайтесь, это реально страна вот рядом. Вон, рукой подал, вон они там живут. Они там мобилизируют бойцов, присылают их сюда, устанавливают нам здесь русский мир, чтобы у нас тоже открывали монументы комсомольцам и молодежи Верховолжья. Вот. С этими русскими флагами. Это те же самые, кто ходит на акции Бессмертный полк. Вот те же самые тетки. Вот одни и те же. Детки эти и тетки. Одни и те же. На монументе выкован девиз Комсомол это трудные пути, что геройски пройдены. А сейчас спроси у зрителей. Я уже спрашивал в чате тогда, несколько там стримов назад, было уже. Что такое комсомол? Люди не знают. И я так всегда радуюсь таким, когда люди не знают, что такое комсомол. Что такое комсомол? Оказывается, комсомол это трудные пути, что геройски пройдены. Вы знаете, что такое комсомол? Как расшифровывается комсомол? И что он вообще означает? Вот напишите в чатике. Порадуйте меня, что вы не знаете. Только честно. Напишите, что вы не знаете, что такое комсомол. Комсомольцы, добровольцы. Посмотрите, он в Буденовке. Это реально. Это настоящие новости, невыдуманные. Это настоящие новости октября 2022 года. Комсомольцы. И вот человек пишет, не знаю, не знаю. Блин, это так хорошо. Это космический мол. Нет, честно. Вот честно, не гуглите. Просто комитет советской молодежи. Нет? Не знаю, не знаю, пишут люди. Блин, это так хорошо. И не гуглите. И не надо вам это знать. Это так хорошо, что вы не знаете. Это так хорошо. А вы знаете, в чем разница между комсомолом и ВЛКСМ? Наверняка у вас в городе был парк ВЛКСМ. В Луганске был. Он назывался Дураковка. Я в детстве не очень понимал, что такое Дураковка. Но потом оказалось, я думал, что это как-то связано с психбольными. А потом оказалось, что там можно было на Дурака девушек снять. То есть, одинокие девушки туда приходили, парни знакомятся. Ну, потому что Тиндеров еще тогда не было. Вот они знакомились. И можно было, типа, на Дурака снять себе девчонок. Этот, типа... Где разведка про Золкина 90-ето у дна... 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 Ага. Сори, что не ясно. Где разведка про Золкина 90-ето у дна... я нарушил пребывание и в украине за войны в 2014 я говорю что меня проверяли как террориста сняли самолета хотя потом никто не извинился и меня спрашивали про отношение к россии то она давно вот это важно да это важно чем отличается комсомол от в лгсм знаете все эти такие новости если это это не не те которые но надо снести эти потом как они как это назвать барельефы там посмотрите вот они типа это те которые снести а те которые сегодня поставили представляете сегодня я офигеваю таких новостей на хралась жить с такими людьми в одном государстве вот видите написано в лгсм вот в лгсм и говорят комсомол в чем разница между в лгсм комсомол я фигеет это смотреть молодежь она знает что такое в лгсм и они вот это вот несут это же сумасшествие это дурка реальная вот они нам несут русский мир особый статус донбасса референдумы завтра послезавтра начнут в херсоне открывать такие таблички понимаете блин а что такое в лгсм хорошо что вы не знаете я так рад я честно это смотрите тоже торжественно все по приходили они прострали все свое прошлое они насрали на свое будущее и вот это вот своими этими в лгсм насрали на будущее этих детей потому что у них все будущего никакого нет слава богу что мы этого то что как я рад от этой шизофрении подальше от этих бабок от этих подальше хоть они меня и лупили палками и что самое интересное крестами с которыми они ходили они мне крестами по спине били этого нет в стриме но они заходят за спину меня в спину крестами меня еще в спину крестами и били никогда и палками меня эти бабки лупили вы слава богу что они теперь не поднимут эту голову здесь и нечего им здесь в нашей стране диктовать нам про наше будущее потому что наша страна должна быть в наше будущее без этого говна без каждому русскому храму по каждому русскому храму полу волокая с его их и по храму волокая с его вот эти вот лица они сейчас крадут будущее у своих детей потому что у нас десант сатанизация прошла андрей как ты относишься к марку фигину я рассказывал в самом начале стрима пользуйтесь фактами которые они публикуют но не несите в в наше информационное поле хороших каких-то там русских какие-то хорошие хорошие которые которые против путина сегодня спасибо не надо спасибо не надо в лгсм это видишь лопату копать себе могилу россиянам могут запретить употреблять иностранные слова представьте шизофрении которая там происходит и представьте себе вот по этим двум новостям представьте что связано еще с этим что происходит сегодня на оккупированных территориях ведь там тоже самое вот такая такой дебилизм этот вот спермаусов которые тут они же больные люди это ненормально они борются в россиянам могут запретить употреблять иностранные слова это реальные новости настоящие ничего что в госдуме рассмотрят закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований это то о чем мы говорили с вами в предыдущих стримах там несколько месяцев назад мрак просто просто мрак армия поддержка тыла у русских что им делать они такие вот кузбасская учебная часть знаете заранее таки ребята все будет хорошо мы шаманов позвали в кузбасскую учебную часть кузбаску постели шаманы из иркутской области провели обряд привезли оберег каждому мобилизованному земляку у них до сих пор шаманы проводят обряды дарят им обереги и отправляют их на войну за феном и телевизором если такой мрак это просто мрак мрачище мэр эхирит булагататского района иркутской области эхирит булагататский района господи а как выглядит эхирит булагататский район мне же самого интересно сейчас мы с вами вдруг вдруг то что интересно эхирит булагататский район там хоть и ресурс есть она пусть ордынский так что тут вообще тут люди ездили только тут тут нет тут нет нет тут не ездил google карты не ездили энх и лук вот он усть ордынский куда рейка хара заргай но в часа дороги а населенный пункт люди тут вообще живут где тут люди все живут где-нибудь люди ресурсы где ресурсы можно посмотреть что тут а они сгребли все ресурсы просто и все замечательная фотография ресурс на очень земля есть у них зачем им наша земля когда свои его столько войска земли серьезно да нет этих ресурсов даже нет ничего показать хуры хрымский район какой-то хердынский тут может люди живут баяндай тут живут люди баяндай дороге просто машина ехала по дороге курить курить у вас люди живут еланцы что тут еланцы шоу вас а вот а если сюда ракета прилетит что не будут делать они же думают что типа а нам-то за что а может прилететь еланцы бамс потом говорят ракетные обстрелы нарушения критической инфраструктуры объектов критической инфраструктуры и все этот весь весь район охранное агентство зенит ничего будет охранять останется без электричества что они будут делать не такие а нас-то за что и вот нужно на сегодня укреплять вооруженные силы нужно было в девятнадцатом году это делать еще с девятнадцатого года нужно было разрабатывать ракетную программу свою собственную нужно было разрабатывать беспилотники ударные при беспилотники камикадзе технологии развивать в девятнадцатом году они украсть деньги на вели в лыком крадивности и надо делать сегодня работа над ошибками чтобы вот этот вот усть-клым гербинский район знал что если их ракеты к нам летят то и наши могут к ним прилететь не могут с этим поделать к сожалению сложно делать работы над ошибками сложно делать работа над ошибками ну и для тех кто собственно спрашивал собственно почему же так стрим называется а название стрима сложно серьезное и что же такое и кто же такой сисок у тут прошла новость о том что путин готов к переговорам с президентом зеленским об этом заявил президент гвинеи бисау сисоку имбалу во время визита в киев вот сисоку имбалу заявил что в принципе они готовы знаете я посмотрел как выглядит страна сисоку имбалу который гвинеи и чё так как-то мне честно говоря не понравилось на разные ресурсы смотрели дай бог чтобы это государство не было агрессивным и не нападал на соседние государства но чё так как-то даже в виде посредника канакри канакри это столица отца его честно говоря выглядит не очень я так посмотрел возможно именно поэтому выбрали путин выбрал сисоку никаких претензий нет к африканским странам никаких или и какого-то предвзятого отношения нет потому что многие африканские страны живут замечательно и очень даже хорошо являются очень цивилизованными но есть вот такой вот уровень бедности такие кварталы там где живут дети и правда же на россию похоже поэтому сисоку все бы хорошо но даже в качестве посредника что-то как-то что-то как-то одно что-то как-то не очень непонятно зачем нам время войны ну нам нужно дружить со всеми кто нам может помочь но просто чем нам может помочь сисоку я так и не понял внешняя политика сегодня должна быть связана только исключительно с тем чтобы увеличить поставки улучшить качественное количество поставки техники и вооружения вооруженным силам украины и помощь экономическую оказать украине а что нам чем на может помочь сисоку я честно говоря не знаю явно немножко похоже на на россию что-то как-то мне кажется было бы есть чем чем заняться нам нужен сисоку ну не знаю может быть я не уверен вопрос страшное видео покажу возвращаясь к предыдущему стриму когда я вам рассказывал про цитаты бисмарка о том что бисмарк не говорил что договор с россией не стоит бумаги на которой он написан что это принципе фраза общая такая приписываемо многим политикам но и не говорил того что русские типа если подписали обанить они придут о чем утверждают русские тут не надо попасть просто точно так же есть очень интересная история про то что жуков информация приписываемая жукову фраза о том что жуков сказал что ничего бабы еще нарожают первоисточника вы не найдете и судя по всему жуков такого не говорил что в принципе не является плохой негативной информацией в принципе это очень важно и что в обиходе это есть на сегодняшний день и все понимают что эта фраза имеет под собой четкое основание и реально русские так считают что бабы еще на рожают и это не преувеличение вообще в этом нет ничего такого не явно не привлечения потому что то видео которое мы сейчас с вами посмотрим она же подтверждает это открыто давно меня знакомы спросила я не могу не озвучить здесь с вами спросил как относиться молодым людям которые сейчас уезжают ближние зарубежья опасаясь прихода повестки вроде бы хорошие все были ребята работали все вместе вместе совались в одной компании но вот и вроде бы я их тоже понимаю но с другой стороны осадок остается ну как относиться к женщине которая вместо того чтобы родить зачав ребеночка его убила как относиться к человеку который взял и сегодня откосил от своих воинских обязанностей значит ты косишь по своей немощи знакомая моей семьи продала практически все что у нее есть отправился у ребенка на канарские острова потому что она очень за него переживает за своего ребенка и объяснить ей вот это все не представлялось возможным потому что она говорит это все что у меня есть я готова отдать все лишь бы мой ребенок был там вдали от этой непонятной для меня ситуации вот вы матерей ведь понимаете понимаете их сердце в этот момент ну я понимаю прекрасно что каждой даме от природы господь в большинстве случаев попустил родить множество деток если дама исполняя эту заповедь божию плодитесь и размножайтесь отказалась от соответственно искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре то очевидно ребеночек у нее будет не один а больше в большинстве случаев а значит и не так больно и страшно будет соответственно с ним расставаться не так страшен черт как его молю бог не выдаст свинья не съест он буквально говорит о том что если женщина не будет пользоваться средствами контрацепции и родит много ребеночков то ей не так страшно будет расставаться с тем который пойдет на войну и погибнет это буквально это нишну это не шутки это не приписанная жукову фраза про то что бабы еще нарожают а он и говорит это бесплатно вообще на сегодняшний день выливаете раз не за деньги идеи но его никто не заставляет это говорить о так считает они реально так считают что для того чтобы было не жалко отдать и или потерять некоторых своих сыновей некоторых своих детей которые уйдут на войну за россию надо просто рожать побольше